Друзья, мы начинаем наш 21-й по счёту терраурный митинг. Меня зовут Александр Даниэль, я член правления Общества Международный Мемориал, председатель Санкт-Петербургского Мемориала. Но я скажу только одно, перед тем, как начать давать слово выступающим. Второй год мы встречаемся здесь, в отсутствии человека, который, несомненно, должен быть здесь. Я имею в виду Юрия Алексеевича Дмитриева. В прошлом году мы с горячей надеждой думали, что в этом-то году Юра Дмитриева будет здесь. Я прошу вас всех так же горячо ждать и надеяться, что уж в следующем году Юрий Алексеевич с нами здесь будет. У нас будут очень короткие выступления, потому что люди хотят разойтись по близким им памятным знакам и памятникам. А времени у нас мало в 14.30, по-моему, да? Автобусы уже отбывают кто в Повенец, кто обратно в Медвежегорск. Поэтому я прошу выступающих быть максимально краткими. Но сейчас, прежде чем начать выступление, я прошу почтить память погибших здесь, минутой молчания. Спасибо. Слово представляется Ирине Флиге, член управления Международного мемориала, директору научно-информационного центра Мемориал в Санкт-Петербурге. Спасибо. 5 августа. Сандармов. Эти слова сегодня стали известны везде. В России, в Европе, во всем мире. Это место памяти. И мне хотелось сегодня сказать, о чем это место памяти. Это место памяти и дань уважения людям, казненным, убитым и захороненным здесь. Это место памяти о государственном терроре, о преступлениях, совершаемых здесь и везде в Советском Союзе. Это место солидарности. Солидарности с людьми, которые сегодня являются политзаключенными. Это солидарность с людьми, которых пытают и мучают сегодня в тюрьмах и лагерях. Это место солидарности нас. Это место международной солидарности. Сегодня нет в России исторической памяти. Сегодня в России есть наследование прошлого. И это наследование прошлого разделено не поровну. Сегодняшняя российская власть унаследовала преступления советского режима. Сегодняшняя власть продолжила ту... Ну так а вы ответите здесь. Замечательно. Давайте не будем вступать в дискуссию. И это место нашей с вами памяти. Это место нашей с вами солидарности. В 2014 году, когда первый раз сюда не приехала украинская делегация, мы выразили поддержку и солидарность с теми, кто сюда ездил до этого 16 лет и помнил своих соотечественников, своих героев. Сегодня мы все сюда приехали отдать дань уважения людям, погибшим, расстрелянным, убитым и замученным здесь. Почему Сандармох стал таким местом? Потому что безвинные, безымянные жертвы не противоречат режиму террора. Потому что они безмолвны и потому что их как бы нет. Это массовые жертвы. Но когда эти жертвы находят имена и могилы, а здесь лежат не жертвы, здесь лежат люди, которых мы все знаем поименно, они перестают быть жертвами, они становятся героями. Спасибо. Спасибо, Елена Анатольевна. Слово предоставляется Анатолию Разумову, руководителю фонда «Центр возвращенных именов» при Российской национальной библиотеке, город Санкт-Петербург. Второй год мы собираемся в этом бывшем месте ужаса, которое мы все вместе превращаем, превратили, добились, вместо памяти, конечно, в знаменательные годы. Это столетие переворота российской истории, перехода к красному ленинскому террору, 80-летие большого сталинского террора и, наконец, светлые даты, 20-летие создания в Карелии замечательных мемориальных комплексов, мест памяти Сандармок и Красный Борг. Так получается, я иногда, когда думаю о Сандармоке, что я первым опубликовал список расстрелянных первого этапа Соловчан в 1937 году, которые были расстреляны в Сандармоке. В 1995 году я это опубликовал, тоже очень давно, при поддержке Дмитрия Сергеевича Лихачева. Мы тогда еще не знали, где расстреляны эти люди, еще не был найден Сандармок, а через год нашли, нашли замечательное место. И сегодня я свидетельствую, как исследователь ГУЛАГа, составитель книг памяти, как исследователь подобных мест, в том числе Бутовский полигон, Секирная гора на Соловках, нашли именно то место, где расстреливали, где в актах писали, что расстрелян, в Медвежегорске. Это документировано документами архивов госбезопасности Карелии. Два дня проходило заседание в Петрозаводске и в Медвежегорске, 2 и 3 августа, выездное заседание Межведомственной рабочей группы по увековечению памяти под руководством Михаила Александровича Федотова, советника президента Российской Федерации. Все вопросы мы обсуждали, в том числе вопросы благоустройства Сандар-Моха. Из хорошего. В конце второго заседания нам было объявлено, что в бюджет Карелии будущего года будут заложены финансовые средства на восстановление барельефа, который уже 12 лет тому назад как обрушился на камни у входа. АПЛОДИСМЕНТЫ Один из авторов композиции, мастер по металлу Валерий Хазов, вылепил специально к этому заседанию макет, я продемонстрировал его, и готов взяться за восстановление барельефа. Второе. Серьезно и хорошо стали лучше относиться к благоустройству. Мы теперь это видим. Если мы несколько лет говорили о том, что хорошо бы означать провалы мест погребений камушками, например, вот они в этом году уже, вы увидите в начале здесь, и обозначены. Надо и дальше так делать. Нам беречь Сандар-Моха, нам это нужно делать. И из второго плохого, кроме того, что второй раз арестован Юрий Дмитриев, нельзя не сказать, что на фоне того, что мы знаем, документов КГБ, прокуратуры, которые были восприняты в 1997 году, правда, заключение прокуратуры 1997 года о Сандар-Мохе, как мы выяснили на заседании, было уничтожено в начале 2000-х годов, как не представляющие исторической ценности. Тем не месть, тем не время, тем не менее. Мы знаем, это то самое место памяти большого сталинского террора. Однако есть люди, которые не стесняются заявить другое, не имея никаких оснований, это нельзя назвать никакой гипотезой. 25 августа они сюда придут исследовать это место на предмет выявления каких-то ям, дополнительных, геосъемки. И мысль их такая, а вот тут это началось весной 16-го года. А вот есть некоторые сомнения. А вот, может быть, финны во время оккупации этих мест знали об этом месте и тут наших красноармейцев мучили. Это постыдно. Это стыдно русским людям, что от нашего имени такое говорится. В сторону Финляндии, дружественной, умной, находящейся рядом, на которую дважды напал Советский Союз в 1939-м и 1941-м году устраивать такой бум. И понимаете, не найдут они, конечно, какие тут красноармейцы. Да они задачи такой всерьез не ставят. Но шум опять-таки поднимут. Может, гильзу где какую-нибудь найдут времени войны и будут тут ставить памятник красноармейцам замученным, а потом говорить приезжающим сюда. Пожалуйста, местные жители, те, кто может, обратите внимание, что будут делать эти люди. Журналистов прошу, не оставьте без внимания. Это такая нехорошая, говорю, как один из создателей концепции выковечения памяти в России. Это нехорошая лживая тенденция, которая видна была в Катыни, в Мемориале, в Медном, и теперь своего рода приспособлена это к стандармоку. Что касается Юрия Алексеевича, он бодр, здоров, передает всем привет. Я издал в этом году вторую уже памятку Сандармухе в селе перед прошлогодней, и у кого нет, каждый может взять памятку Сандармухе. Хорошо, что нас так много. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Следующим выступает Александр Архангельский, литератор и телеведущий Москва. 20 век для многих стран и народов выдался, ну прямо скажем, не самым веселым. И огромное количество людей, огромное количество сограждан в самых разных странах были вовлечены в злодеяния, либо были жертвами, либо героями, либо преступниками. И как с этой памятью жить, на это каждый народ сам себе отвечал. И нет одного ответа. Самый плохой ответ из всех возможных, давайте от этой памяти просто спрячемся, если мы не знаем, как с ней работать. Но мы знаем, что ничего хорошего в подполье, куда прячутся скелеты, либо в шкафу, где они живут, ничего хорошего не происходит. Надо прорабатывать эту память, надо с ней жить, и надо самим себе отвечать, как эта память превращается из зла в добро. А как эта память о трагедии может превратиться из зла в добро? Только одним способом. Вот тем, которым шел и идет, и будет идти Юрий Дмитриев, его коллеги, это объединяющая нас память о трагедии, и это память о героях, которыми становятся жертвы, когда мы даем им имена. Мы видим, что здесь разные люди лежат. Здесь лежат православные, здесь лежат мусульмане, здесь лежат неверующие, и их единство в нашей памяти и есть та проработка прошлого, которая нас куда-то может вывести. И для того, чтобы это происходило, нужно личное мужество, личная ответственность отдельно взятых людей. В данном случае Дмитриева и его коллег. Когда мы знаем историю Пробутова, другой полигон в километре от границ Москвы, там была коллизия, когда нужно было начинать раскопы, но для этого нужно было разрешение прокуратуры, а чтобы было разрешение прокуратуры, раскопы должны были быть уже начаты. И тогда, среди прочего, взял на себя ответственность предыдущий патриарх, который дал богословение ночью сделать раскоп, а утром вызвать прокуратуру. Разумеется, если бы это не было сделано, рано или поздно все равно бы это произошло. Но поздно, скорее, чем рано. И то, что делают здесь, начал делать Дмитриев, его друзья и коллеги, и будут продолжать. И то, что мы вместе с ними делаем. Это есть принятие ответственности за свою историю. Это и есть то самое живое гражданское чувство, которое объединяет нас, таких разных, и что позволяет в этом трагическом месте все-таки находиться со светлым чувством. Это светлое чувство выхода из тупика, при объединяющей нас общей памяти. Спасибо Юрию Дмитриеву. Я уверен, что в следующем году говорить будет здесь он. Спасибо. Спасибо. Мы предварительно за несколько недель договаривались с Валентиной Ивановной Евсеевой, депутатом Медвежегорского горсовета. Я видел ее при посадке на автобус, но не успел с ней поговорить. Валентина Ивановна здесь. Вы будете говорить Валентина Ивановна? Добрый день всем, тем, кто пришел почтить память. На самом деле 5 августа это традиционная дата памяти, когда мы вспоминаем именно 5 августа здесь расстрелянных русских и прочих людей всех национальностей. Несколько вот уже 2-3 года я как депутат от районного совета потом городского обращаюсь в правительство Республики Карелия с тем, чтобы Республика Карелия взяла на себя содержание международного мемориала вот расстрелянных здесь в 1937-1938 году. И вот наконец что-то дело сдвинулось. Недостаточно того, что будет восстановлен вот этот памятный знак люди не убиваются друг друга с ангелом. Я считаю, что эту работу надо продолжить. И те, кто бывает здесь часто, можно пройти вниз туда подальше. Работа начинается, но она должна быть продолжена. И я думаю, что вот в этом направлении мы и будем работать. И это наша дань памяти в том числе, чтобы отреставрировать этот мемориал, чтобы не было здесь неловко перед теми, кто лежит, за его состояние. Спасибо. Валентина Ивановна. Слово предоставляется Андрею Литвину, одному из руководителей общества громада украинской России. Громада украинцев России. Люди не все, но многие занимают активную гражданскую позицию, и я вас приветствую. но даже те, пожалуй, большинство, кто не имеет таких сил и возможностей может быть. Это не значит, что их можно мучить, можно убивать. И память о таких людях, о простых людях, она так же священна, как и память о великих. Нам нужно бережно хранить жизнь, достоинства людей, потому что здесь людей не только достреливали, но над ними страшно издевались. Это недопустимо. Священное право человека на жизнь, на свободу, на достоинство. Также преступления власти это натравливание наций, народов друг на друга по принципу «разделяй и властвуй». и именно те политики, те годы, они сейчас отзываются во всех конфликтах, войнах, в том числе и Украине. И благодарность Юрию Алексеевичу, Дмитриеву, за то, что он наряду с многими другими прекрасными делами, как он сам говорил, воспитывал народы. И здесь есть памятники, поставленные многими-многими народами, представители многих-многих народов. Поэтому руки прочь от Юрия Дмитриева. Спасибо, Андрей. Слово Роману Романову, директору Государственного музея ГУЛАГа, руководителю Общероссийского фонда памяти Москва. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья. Я представляю Государственный музей. И то, что сейчас нет с нами человека, который открыл это место, я говорю о Юрии Дмитриеве, то, что нет директора Медвежегорского музея, который после того, как мы все отсюда уедем, он в течение года будет поддерживать здесь все. Здесь нет даже звукоусиливающей установки, которая могла помочь провести митинг на другом уровне. Для меня все это показатель того, что страх, который был вбит в те годы, он продолжает манипулировать, управлять и диктовать, как действовать многим людям. И для того, чтобы преодолеть этот страх, мы здесь встречаемся каждый год, нас становится все больше, и если вы знаете, что в прошлом году был открыт монумент Стена скорби, он был открыт в центре Москвы по указу президента, самим президентом, и то, что здесь происходит, когда Юрий Алексеевич находится в заключении, и мы не можем провести на достойном уровне митинг, я имею в виду даже просто с технической точки зрения, вот этот разрыв, он показывает, что куда нам нужно идти, что нам нужно преодолевать. И мне кажется, вот эта память, она объединяет и нации, и разные возраста, и людей с разными политическими взглядами, и вот мое личное ощущение, что вот сейчас я просто вижу, когда мы готовились к этому мероприятию, что огромное количество молодых людей, которыми уже не управляет этот страх, которые не чувствуют его, идут вперед, для меня вот это какая-то фундаментальная поддержка и надежда на то, что мы все это преодолеем. И от лица Государственного музея истории ГУЛАГа и Национального фонда памяти я могу сказать, что мы будем поддерживать это место и эти мероприятия в следующие годы. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется товарищу атамана Отдельского казачьего общества Республики Карелия Исаулу Александру Яковлеву. Где у нас... Где у нас записавшийся... Значит, передайте, пожалуйста. Да. Где у нас Александр Яковлев Исаул товарищ атамана? Есть? Нету? Так. Ну вот человек записался, но почему-то не подошел. Ладно, пропускаем. Тогда слово предоставляется Екатерине Клод дочери Юрия Алексеевича Дмитриева. Катя, где вы? Здравствуйте. В очередной раз, в очередной... уже второй год мне приходится здесь стоять вместо папы. к моему огромному, наверное, сожалению. И, как и в прошлом году, я очень хорошо представляю, что папа чувствует сейчас. Потому что эти два дня, четвертая, пятая, это Красный Бор, это Сандермо, это его детище, которое он любит. это, конечно же, он переживает, как здесь все проходит. Я надеюсь, что следующий год он все-таки будет здесь с нами, и мне не придется выступать за него. я очень рада всех здесь видеть. Я очень рада видеть такое огромное количество молодежи, да, было уже сказано. Меня это безумно радует. Я была у папы буквально на днях, я его увидела, нам удалось с ним поговорить. Папа чувствует себя прекрасно, ну, насколько возможно, да, в этой ситуации. он передавал всем огромный привет и низкий поклон. Поклон за то, что то, чем он занимается, да, эта память, что она не забыта. И что, несмотря на то, что его, да, сейчас нет, все люди сюда приезжают, помнят, что-то делают и не позволяют этому кануть, да, в лету. Спасибо всем огромное. Низкий поклон вам от папы. Спасибо, Катя. Передайте, пожалуйста, Юре нашу любовь. Ну, у нас почти исчерпался список выступающих, тех, кто предварительно записался. Остался у нас один человек, Борис Вишневский, депутат законодательного собрания города Санкт-Петербурга. Боря, пожалуйста. Дорогие друзья, мы с вами на месте одной из самых страшных трагедий истории нашей страны, на месте массовых убийств, огромного числа людей, безвинно погибших здесь. И наша задача, конечно, хранить память об этих преступлениях. мне очень больно, что здесь нет с нами замечательного Юрия Алексеевича Дмитриева. Я вот только приехал из Петербурга вместе с друзьями. Мы там стараемся Юрию Алексеевичу помогать как можем. Кого к нему допускают, те могут его навещать. Он действительно всем передает большие приветы, бодрые. Насколько это можно в этом состоянии сохраняет нормальное рассуждение духа. И мне тоже, как Александру Акадовскому другим хочется верить, что на будущий год здесь будет с нами Юрий Алексеевич, что все чудовищные и справедливые обвинения будут с него сняты, и все это безумное преследование закончится. Я абсолютно уверен, что это преследование Мария Дмитриева вызвана только одним. Те, кто считает себя идейными продолжателями дел бывших палачей, чьи жертвы лежат здесь, не могут простить ему разоблачение их преступлений, сохранение памяти об этих преступлениях. За это его преследуют. Те, кто не помнит о прошлом, обречен на его повторение. И вторая задача, которая, конечно же, есть. Не допустить повторения того, что было, не допустить возрождения того государства, которое, к сожалению, во многом возвращается. Государство, где человек это винтик и пыль под ногами. Государство, где интересы его неизмеримо важнее человека и где органы не ошибаются. Вот под девизом органы не ошибаются, были уничтожены десятки миллионов людей в нашей стране. Мне стыдно заходить в книжные магазины, где целые полки, целые стеллажи заполнены литературой, восхваляющей Сталина и оправдывающей его преступления. Я очень надеюсь, что я доживу до тех времен, когда этого не будет, когда это будет невозможно у нас, когда невозможно будет свободно прославлять палачей и оправдывать то, что они сделали. Вот когда это будет невозможно, когда станет невозможным возрождение прежнего сталинского государства, когда будет сохранена и выковечена память всех его жертв, вот тогда, наверное, можно будет сказать, что наш долг исполнен. давайте вспомним голову перед памятью тех, кто здесь погиб, и я прошу сейчас начнется церемония возложения цветов, начать ее с положенного там камня, где он поставлен в честь заключенных Соловецкой тюрьмы, которые здесь погибли. С этого собственно началась история террора на этом месте. И пусть те, кто здесь похоронен, спят спокойно, а наша задача сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось. Вот больше никогда ничего подобного не должно быть. Спасибо огромное всем тем, кто пришел. Это здорово, что здесь очень много людей, которые хранят память, и пока сюда будут приходить люди, эта память будет сохраняться. Спасибо вам. Ирина Анатольевна вначале очень хорошо говорила о международном характере этого дня памяти, и этот международный характер здесь представлен дипломатами из разных стран, которые присутствуют на нашем митинге. Поэтому я думаю, что вот этот букет я позволю себе потом после них возложить к камню к Соловецкому камню, а начну все-таки с возложения венков представителями дипломатических ведомств нескольких стран, которые здесь присутствуют. Я прошу возложить цветы к Соловецкому камню генерального консула Германии в Санкт-Петербурге Эльти Андерхольд. АПЛОДИСМЕНТЫ Покажите сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Следующий генеральный консул Эстонии Санкт-Петербурга Канур Керик Ланте Ринтам Следующий Покажите генеральный консул Украины в Санкт-Петербурге Лянс Ладинский Следующий сотрудник посольства США в России Томас Лили И наконец Вице-конкурс Родоводского отделения Генерального конкурса Кульмаги в Санкт-Петербурге Мика Кайфенен Большое спасибо Теперь я позволю себе от Вашего имена возглавить вот этот Бескет Святого от имени всего нашего митинга Спасибо